Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Лех-Леха, воскресенье. Вы знаете, если два предыдущих раздела казались не очень веселыми, ибо посвящены были, в общем-то, поражением человечеству, то этот открывает череду радостных событий. Вообще, мир живет по тому, какие главы Торы идут в эту неделю. И вот эта глава, она возрождает радость, она начинает совершенно иначе смотреть на жизнь. И нам надо с первого, вот прямо с сегодняшнего дня, менять вот свой настрой, потому что это Лех-Леха. Мы попадаем в мир человеческих побед и достижений, и значит, и мы должны тем же путем. С чем надо бороться опять-таки, вот это может быть и старая тема, но она идет в нашей главе. Надо, это глава радости, следовательно, всякие там депрессники уныния должны быть уничтожены именно в эту неделю. Написано в наших книгах, что уныние это укус змей. Она нападает, вот это уныние так же внезапно, как змея, жарит, оставляя нас гадать. Можем ли когда-то снова быть счастливыми? Многие считают, что я был бы счастлив, если мог какую-то передышку между какими-то испытаниями, перевести дух. Ведь одно испытание приходит, другое уходит, так устроен мир. Это неправильный подход. Так не получается, так ты только цепляешься за эту унылую цепочку. Надо ее прерывать. Человек в подавленном состоянии не способен к духовному росту, погруженному в мысли о собственных недостатках, всяких проблемах, следует оставить это все. И вообще мысли о былых неудачах должны быть уничтожены, выброшены. И теперь надо что воспрямить духом? Написано в наших книгах, нет ничего более отрицающего управления Творцом, чем унынием. Причем в это чувство попадает любой человек от возможных причин. Вот обратите внимание, один переживает страдание, ощущение бессилия, ожидаемое, что-то кто-то боится того, что будет. Невозможно вообще принимать удары судьбы и радоваться, если у тебя нет сознания того, что это польза, вот например, что-то там произошло материально, потерял что-то. Да это потому, что не произошло более серьезное. Каждый удар судьбы, в общем-то, это маленькое лекарство, потому что он происходит тогда, когда наши дела переполняют уже небесное терпение. Единственная тревога, которая должна быть у человека, почему он тревожится? Все ведь хорошо, наверху папа. На страдания надо говорить, что они не плохие, а горькие, потому что это вкус лекарства. Страдания это лекарство. Есть два источника счастливой и радостной жизни. Первый это замечательный мир, который вокруг нас, создан Богом, окружающий потрясающий мир, умный, красивый, правильный. Немножко мы его подпортили, но это уже не вопрос Бога. А второй заключается в том, что мы должны сами, сами понимать, что у нас есть маленькая искра, которую надо раздувать. Искра вот такой вот потенциальной радости. Иногда в нашей жизни происходят хорошие вещи. Там что-то удалось достичь, там какой-то удачи. В этот момент мы любим мир, там получаем удовольствие от жизни, улыбаемся. Потом наступают будни, и мы сдуваемся, как воздушный шарик. Наше настроение падает, становится более серым. Как нам превратить эти обычные дни, в которых нет ничего особенного, в источник радости и счастья, такие же, как самые лучшие? В такие дни мы должны помочь себе изнутри, надумать о чем-то радостном, приятном. Поднять настроение себе, там что-то сделать, какую-нибудь мелкую глупость, если хотите, ну, не заливающую людей. Прочитать какой-нибудь рассказ, посмотреть фильм. Все есть кусок шоколадного пирога, который обычно не ешь. Идеально, чтобы мы умели превращать то, что дает нам внешний мир, в положительную энергию, которая даст нам возможность радоваться. И вот это путь великих людей. Надо думать о том, что делает нас счастливым. Надо, прежде всего, желать быть радостным. Звучит странно, вот как бы, кто не хочет быть радостным? Все хотят. Однако практика показывает, что многие люди совсем не хотят радоваться. Они предпочитают сидеть и оплакивать свою горькую участь. Это соответствует их образу, который они выбрали. Люди часто считают радостного человека недалеким, а грустного воспринимают серьезно. Но это не так. Секрет жизни, особенно нашей недельной главы, надо все время стараться пребывать в радости. Даже если наступают трудные времена, когда все выглядит неясным. Надо укреплять в себе вот эти воспоминания о каких-то радостных событиях. Вспоминать, что было хорошее, добрые моменты в прошлом. Это вот можно спросить, так есть древние говорят, что сравните это со слепотой. Если раньше человек мог видеть, а сейчас не видит, но он твердо знает, да, что мир существует, свет существует, он его видел. Поэтому надо укреплять в себе радость. Радостью, испытанной в прошлом. Если вы это сделаете, рано или поздно, старые добрые времена обязательно вернутся. Даже если вы не чувствуете себя счастливым, вы можете притвориться счастливым. Сделайте вид, что вы счастливы. Кто сказал, что если вам плохо, вы не можете улыбаться? Да, вот так. Мы так часто даем притворные улыбки, стараясь сказать вежливыми, почему самому себе не надо улыбнуться. Попробуйте. Улыбка даже вымученная, она заразительная. Она не только сделает счастливыми более окружающих, с которыми вы общаетесь, они возвратят вам улыбку. Как показывают исследования, улыбка помогает снять напряжение и делает наш взгляд на жизнь более светлым. Ну и последнее на сегодня. Сказали каббалисты очень интересную формулу. Человек, который вздыхает, ищет себе проблемы. Не ищите себе проблемы. Улыбайтесь. Брахавы от флаха.